У нас есть теперь некая выжимка, энциклопедия всех возможных антиуклонительных мер, и мы должны вовлечь все страны, которые не хотят быть в черном списке официальном, как страны, не сотрудничающие в части экономики, как страны, не сотрудничающие в плане борьбы с налоговыми планистами, необходимо попросить их подписать эту многостороннюю конвенцию, предоставив определенные права в части определения оговоров, сделать выбор, на который готова тайная страна и так далее. Так как конвенция была создана, Россия ее подписала в торжественной обстановке, и теперь мы ждем ее ратификации. На самом деле законопроект готов, он сейчас проходит все необходимые согласования, как водится у нас в России, чаще всего до самого последнего момента неизвестно в таком виде законопроект будет, но в этом плане здесь, наверное, мы можем говорить о достаточной определенности, потому что мы уже уведомили ОСР, какие оговорки мы выбрали. Да, список стран, которые подпадают под наши оговорки, наверняка сейчас уточняются, то есть он был расширен, потому что мы соглашения переподписываем и так далее. Но в каком-то виде мы, конечно, ожидаем ратификации этой конвенции в России, и тогда Россия будет полноправным участником процесса, но процесс это всегда двусторонний. Поэтому все оговорки, о которых пойдем речь дальше, они будут применяться в том случае, если и Россия, и государство, чей налогоплательщик претендует на применение каких-то льгот, также выбрала эти оговорки. То есть здесь не может быть такого, что Россия выбирает какое-то правило, лимитирующее применение соглашения, вторая сторона применяет другое правило. Нет, здесь такого быть не может. Все должны, по сути, действовать одинаково. И на самом деле, если мы обратимся к этому законопроекту, мы увидим, что очень многие ограничения на применение льгот, которые влияют в конвенции, они на самом деле уже воплощены в российских вторых соглашениях с отдельными странами. То есть, например, если мы возьмем многострадальный импорт и соглашение с ним, оно уже настолько выписано нашими налоговыми органами, настолько уже согласованы все болевые точки, что оно становится одним из самых, на самом деле, с льгородным включением невыгодных, тяжело применяемых соглашений, потому что очень много ограничений на льготы, которые раньше были.